Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС Новости в студии Светланы Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Новосибирцы стали чаще ездить на метро. С начала года совершили 20 миллионов поездок, за счет чего ожидают увеличения трафика летом. Лошадей нечем кормить. Новосибирский ипподром оказался в сложной ситуации. Откуда у предприятия миллионные долги? Настоящая весна. В Новосибирск идет тепло до плюс 15 градусов, когда столбик термометра порадует горожан. Новосибирская область готова к паводку и пожароопасному сезону. Профилактику ландшафтных пожаров усилят с помощью дронов. Активную работу спасательные подразделения ведут в районах, которые оказались в зоне риска подтопления. Чем пополнился парк специальной техники и какие меры предпринимают, знает Андрей Баев. Десятки единиц многоцелевой техники, колесной и гусеничной машины, плавательные средства, различное оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи населению. На площадке возле экспоцентра представители всех спасательных объединений региона. По оценке губернатора, силы и средства готовы к паводку и пожароопасному сезону. Кроме того, каждый год группировку усиливают как по численности специалистов, так и по техническому оснащению. Из новых приобретений сделал бы акцент на увеличение количества беспилотников, которые используются для профилактики возгорания, на приобретение новой гусеничной техники, вездеходов для работы в северных заболоченных районах и приобретение ранцевых огнетушителей. Эти два беспилотника могут часами наблюдать за ситуацией на земле с разной высоты. При этом запускать аппараты в небо можно из любой точки региона. В комплекте передвижной пункт управления. В машине все условия для автономной работы в отдаленных местах. Радио с полета до 100 километров, устойчивая связь передачи информации до 50 километров, время полета 4,5 часа, высота полета от 150 до 5 километров. А это тоже беспилотный аппарат, только подводный. Незаменимый помощник водолазам-спасателям. Дрон отечественного производства разработан новосибирскими специалистами. Этот аппарат произведен здесь, у нас в Академгородке. Его испытывали на Шушенской ГЭС при обследовании гидросооружений. Ну, это разработчики. Поэтому мы его здесь приобрели для водолазов, для того, чтобы оказать быстрее, можно было поиски осуществлять. Угроза подтопления есть в Качковском и Краснозерском районах. Сейчас специалисты готовятся проводить взрывные работы на реках Иня и Карасук, чтобы увеличить пропуск талых вод. Имеется незначительных 13 переливов автомобильных дорог. В основном местного значения переливы не более 30 сантиметров. Позволяют проходить быстроходные техники, вездеходные техники. Соответственно, здесь работа организована на контроле. Если на половоде человеческий фактор никак не может повлиять, то в ситуации с природными пожарами ровно наоборот. Как бы ни были готовы спасательные и другие подразделения ГОИЧС к предстоящему сезону, главное – профилактика. Без помощи и бдительности жителей, без предупреждения несанкционированного сжигания травы или мусора, предотвратить трагедии будет сложно даже с такой мощной группировкой, уверен глава региона. Андрей Баев, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Жители Новосибирска все чаще выбирают метро. Поток пассажиров в подземке увеличился по сравнению с первым кварталом прошлого года почти на 3,5%. С начала года горожане совершили более 20 миллионов поездок. Из подсчетов экспертов следует, что метро в целом стало популярней. В прошлом году пассажиропоток вырос на 9% до 80,5 миллионов человек. С открытием станции «Спортивные» ожидают, что статистика вырастет снова. Напомню, дату открытия платформы переносили 8 раз. Сейчас городские власти ожидают заключения глав госэкспертизы. Природа, архитектура и сибирская кухня. 3 миллиона туристов посетили Новосибирскую область за год. Это рекорд. А объем выручки вдвое превысил до ковидной. О том, как сохранить такую динамику и чем привлечь россиян в регион, говорят сегодня на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы». Сергей Толмачев пообщался с туроператорами, ресторатами и отельерами. Гостей Новосибирской области прибавляется. Деловой туризм, научно-медицинский, да просто желающий увидеть наш регион, приносит существенные доходы в бюджет. Это данные как официальной статистики, 3 миллиона туристических поездок, так и данные независимых агентств, которые считают эту статистику. То есть они совпадают. Это говорит, что мы получаем действительно более или менее точные данные. Плюс растет выручка компаний. То есть мы уже превысили до ковидный период практически вдвое. Представляете? То есть это уже более 18 миллиардов рублей. Сегодня большинство путешественников выбирает маршруты в интернете. И на замену зарубежным сервисам бронирований приходят российские. Замена ушедшего бутинга? Ну, мы не являемся заменой. Мы помогаем работать с площадками продаж, которые аналогичны ребятам с бутинга. В принципе, помогаем работать с официальным ресурсом отелей. На столичном стенде представлен комплексный информационный центр. Москву в этом году позиционируют как город-курорт. Здесь с ними работают консультанты напрямую. Человек, например, хочет поехать в определенный отель или отправиться по каким-то маршрутам. С ним работают просто, да, рассказывают именно о том, о чем он спрашивает. Ну, наиболее часто встречающуюся ситуацию какая? Ну, человек пришел и говорит, я хочу в Москву. Где недорого отдохнуть в Москву? А где недорого? Да, где лучше остановиться, какая программа, какая событийная поездка. В экспоцентре все направления туристического бизнеса. Оборудование для отелей, выездного обслуживания и, конечно, гастрономические изыски. Аутентичная кухня – тоже отличный маркетинговый ход. В северные широты ярут полакомен со строганиной, а к нам – за сибирскими рецептами, многие из которых – вековой давности. Берем гречку, самую народную крупу. Дальше мы обжариваем лук просто на обычном масле, на подсолнечном. Далее отвариваем лисички, тоже их обжариваем. Отвариваем яйцо, рубим его, и можно все смешать, либо яйцо посыпать сверху. Вот такая простая история. Сувениры тоже приносят неплохой доход. На форуме гости из восьми стран со своими народными промыслами. Так, в Узбекистане это ферганские ножи с особой заточкой, которые всегда остаются острыми. Работает превосходно, вот человек руки не режет, идеально сбалансированные. Но ножи… Есть именно специально от того, что женский коллектив тут много, именно вот стрекоза называется тоже для женщин. Тема сегодняшнего пленарного заседания – развитие семейного туризма. Это примерно 40% путешественников. В первую очередь их интересует комфорт и развитая инфраструктура. Если три года назад мы считали, что у нас номерной фонд гостиниц с хорошим запасом, то уже с прошлого года мы осознаем, что это не так, нужно реализовывать новые проекты. И здорово. Спасибо правительству Российской Федерации за то, что запущен национальный проект, за то, что есть новые возможности инструментами, для которыми мы воспользуемся. Господдержка туристических предприятий нашей области – это 44 миллиона за прошлый год. Запущен региональный портал для удобства планирования поездок. А на сегодняшнем форуме туристский потенциал представляют 30 российских регионов. От разнообразных предложений гостиниц, турбаз, гостевых томиков здесь голова может пойти кругом. И если вы в ближайшее время собираетесь в отпуск, то у вас точно есть огромный выбор – отдохнуть на расстоянии не больше 300 километров от Новосибирска. Сергей Толмачев, Антон Мамаев, Новости ОТС. Хорошее здоровье и правильная мотивация в Сдвинском районе активно ведут призывную кампанию. Новобранцы пополнят ряды российской армии. Сегодня от слова «годин» услышали 9 человек. С защитниками Родины беседовали мои коллеги. Тяжел бы есть? Нет. Нет, нет, нет. Буду беспокоить? Нет. Все, в то время, наверное, могут. В поликлинике у кабинетов узких специалистов очереди. Призывники проходят медицинское обследование. В личном деле каждого потенциального солдата информация о состоянии здоровья с первого дня постановки на воинский учет. Кто пополнит армейские ряды, а кто к службе не годен, решают врачи. Довольно-таки распространенная сейчас гипертоническая болезнь у нас. Заболевание опорно-двигательного аппарата. В общем, все это надо обследовать. Идеальное здоровье должно быть полностью. Показатели все в норме. Физическая подготовка должна быть соответствующая. Плюс нормативы, которые там проходят. Это для неподготовленных людей тяжелая задача. Валерий на здоровье не жалуется. Без сомнений готов выполнить гражданский долг. Как это делали все мужчины в семье Ситниковых. Дед прошел афганскую войну. Служили в армии отец и дядя. Я думаю, каждый мужчина должен отслужить. Так как я сейчас занимаюсь промышленным альпинизмом, я думаю, это стоит, ну, может, то есть как-то воздействовать на армию. То есть куда-либо пойти служить, думаю, это решение изменится. Готовы надеть солдатские ботинки историк Павел Кичий и выпускник педагогического колледжа Николай Слюсарев. По роду своей профессии, естественно, я обучаю своих детей любить свою страну и выполнять свой гражданский долг. Гражданский долг любого мужчины – служить в вооруженных силах Российской Федерации. Обещать свою отечественную страну. Я, да, хочу отслужить и все. Просто, чтобы потом не было никакого других, что, типа, ты не служил, ты не можешь. Отслужить не против и Олег Чайка. Но не сейчас. У студента Новосибирского электромеханического колледжа законное основание получить отсрочку. Как я только закончу учебу, я наверняка пойду служить. Компания только стартовала. На призывную комиссию пришли чуть больше 80 парней. Работа идет в штатном режиме. В первый день работы призывной комиссии добро на службу в армии получили 9 человек. Впереди у них 12 месяцев жизни по армейскому распорядку. Михаил Якимов, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Боевые стрельбы, полоса препятствий, штурм здания. Кадеты из Бердского военно-патриотического клуба «Единство» провели весенние каникулы на военном полигоне в Шилово. Впечатлениями юные патриоты поделились с Надеждой Волгиной. На этих кадрах совсем не профессиональные военные, а курсанты патриотических клубов. На неделю школьники погрузились в армейскую атмосферу. Некоторые в первые сутки не ожидали от такого, что может быть в армии вот так вот, что нужно правильно кровать заправлять, нужно службу нести правильно по режиму. Некоторым непривычно было, что у них изымали телефон и выдавали по распорядку, чтобы позвонили родителям, мама, папа, я живой, чтобы родители не переживали. Для некоторых в наше цифровое время это очень сложно и тяжело, а в армии именно так. Кадеты заступали в наряды, помогали действующим военным, прошли учебные занятия по строевой и огневой подготовке. Несколько дней провели на полигоне, участвовали в стрельбах, отрабатывали тактические навыки и даже учились штурмовать здания. Для восьмиклассницы Ульяны Костюхиной это была первая поездка на полигон. Самое интересное было, это последний этап, это была полоса препятствий и она находилась в воде. Там нужно было вчетвером перелезть через стену, пройти какие-то этапы, на которых было там спрыгнуть, подняться. Вот это все, мы очень оперативно помогали друг другу, чтобы успеть в какое-то время. Давай, давай, давай! Боже, помощи ее, блядь! А вот Данил Федореев в клубе «Единство» с первого класса. После окончания школы мечтает поступить в Новосибирский военный институт. Научился дисциплине, вежливости. Стал больше знать как в военном деле, так и для себя, в личной жизни. Появились большие планы в дальнейшем. Появилось много интересов. Также я понял, что нужно ценить своих товарищей, потому что без товарищей ты никуда. Поддержка товарищей была очень важна, особенно когда соревновались между клубами Новосибирской области. Участникам требовалось не только проявить боевой дух, ловкость и выносливость, но и умение работать в команде. Ребята признаются, эти каникулы запомнят надолго. С нетерпением ждут начало лета, когда снова поедут на военный полигон. Надежда Волгина, Алексей Зубила, ОТС Бердск. Жители Новосибирска почувствуют весеннее тепло. В ближайшие дни начнется потепление до плюс 12-15 градусов. В целом средняя декадная температура в начале апреля будет на 3-4 градуса выше нормы. Об этом рассказали в западно-сибирском гидрометцентре. Ночью температура за окном может колебаться от нуля до 5 градусов. В начале и конце декады ожидаются осадки, в основном дождь. Прокуратура, Следственный комитет, полпредпрезидента и даже в перспективе глава Чечни Рамзан Кадыров вынуждены разбираться с ситуацией, в которой оказался новосибирский ипподром. Несколько лет назад часть комплекса, находящегося в федеральной собственности, таинственным образом экспроприировала одно из предприятий. И сейчас оно же требуется подрома долг, из-за чего арестованы щита и невозможно кормить лошадей, впереди у которых спортивный сезон, разбирался Дмитрий Белькевич. Мария с лошадьми на «ты», потому что с детства на ипподроме. Убеждена, животные нуждаются в уходе и ласки, иначе ничего не добиться. Сейчас готовят своих непорнокопытных подопечных к грядущим соревнованиям. В любом виде спорта велосипед можно поменять, можно бросить его в угол и не заниматься несколько недель, а с ними так не получится. Тебе нужно подстраиваться под их характер, потому что лошадь такое животное, ты ее под себя не сломаешь. К сезону животные готовы. Осталась одна крупная тренировка, и можно выходить на состязание. Припяти Алтая, так зовут Кобыл, на которой я сейчас нахожусь, готовится к соревнованиям по троеборю, которые состоятся уже совсем скоро, а именно в мае этого года. И как любому спортсмену, ей необходимы хорошие условия для тренировок. Но создать их сейчас не представляется возможным, поскольку финансово-хозяйственная деятельность ипподрома временно приостановлена из-за небольшого долга. И за 2,5 миллионов рублей заморожены счета. В итоге кони доедают старый корм, новый купить не на что, а баки техники для подготовки беговых дорожек и территории ипподрома сухие. Не удается реализовать и масштабные планы по обновлению инфраструктуры. Нужно строить поилки и ремонтировать и возводить конюшни. На этом месте располагалась такая же старая конюшня, которая в силу времени разрушилась. Мы убрали ее, соответственно, подготовили новый фундамент для новой конюшни. И пытались, как говорится, реализовать этот проект постройки. Но ввиду текущих проблем все это заморожено. Долг образовался после иска одной из компаний, которая несколько лет назад непонятным образом отсудила у ипподрома хозпостройку. У здания меняется собственник. Наша вся техника, которая занималась обслуживанием новосибирского ипподрома, находится на улице. То есть ремонтировать ее негде. В зимний период это особенно сложно. В мороза это было делать. Мы начинаем обращаться во все инстанции. То есть это АБ по-октябрьски, это где проходил суд, это Следственный комитет Октябрьского района. В последующем мы обращаемся к Следственный комитет, к Бастрыкину непосредственно. А также к полпреду президента в Сибирском федеральном округе. Сергей и его команда уверены, ипподром подвергся рейдерскому захвату. Кооператив «Сельхозсвязь» обратился в суд с требованием признать гараж на 23 машины и их собственностью. Дважды Фемида выносила решение в пользу ипподрома. И несмотря на претензии истца, суд четко установил, недвижимость федеральная и точка, и делать без разрешения Москвы с ней ничего нельзя. Но спустя год новый иск и арбитр Шевченко решила здание отдать много раз переоформлявшемуся микропредприятию. Выручка кооператива в последние годы нулевая, финансовая устойчивость рисковая, эффективность низкая. Суд проходил без участия представителей ипподрома и почему-то с участием мэрии. В ряде документов, связанных с отчуждением федерального имущества, фигурируют фамилии городских чиновников. Как утверждает исполнительный директор ипподрома, если прокуратура не найдет признаки нарушений, то придется ждать помощи от главы Чечни Рамзана Кадырова. Он поддерживает конный спорт и, вероятно, вступится за новосибирских коллег. Письмо ему уже отправили. Дмитрий Белькевич, Андрей Дулепов, Новости ОТС. От народных сказок до Республики Шкит. Новосибирские школьные театры отправились в Одиссею. В региональном центре стартовал творческий фестиваль. Лучшие постановки покажут на сцене «Глобуса». Алексей Кудинов побывал на отборочном этапе «Одиссея-феста» в первой гимназии. А зачем я на крыльт твоей пилоте? А зачем меня мать родила? Легендарное ленфильмовское кино сегодня знакомо не каждому школьнику. Республику Шкит на фестивале представили юные артисты из первой гимназии. Режиссер, бывшая актриса старого дома Светлана Марченко. То, что в детских театрах сегодня ставят профессионалы, заметно. Это отмечают и простые зрители, и члены жюри. Это чувствуется. Большое спасибо, я даже не знаю кому, руководителям, директорам, родителям, что получается в школьные студии пригласить таких талантливых профессионалов в спектакли на высочайшем уровне. Очень-очень классно срежиссировано. Очень-очень много нюансов, тонкостей работы артистов. Одиссея фест пришел на смену проводившемуся с конца прошлого века театральному смотру «Времен связующая нить». В этом году на конкурс заявили 107 постановок. Репертуар разнообразный, от сказок до современной драматургии. Позади районные отборочные этапы, сейчас идет окружной. Окружной жюри отобрали. Один спектакль детского сада номер 193, один спектакль детской школы искусств «Весна». И четыре спектакля гимназии номер один. Вообще, за период школьного этапа, с февраля месяца, мы показали в гимназии 32 спектакля. То есть у нас на базе каждого класса действует театральный коллектив. В окружной этап Одиссея феста прошли 45 новосибирских спектаклей. Школы из области участвуют во внеконкурсной программе. Их постановки члены жюри отсматривают онлайн. В конце апреля лучшие коллективы из районов и областного центра покажут на малой сцене театра «Глобус». Алексей Кудинов, Тарас Тарасов, Новость ОТС. Смотрите наши программы на ОТС-ТВ. Еще больше новостей на гурсайте и все о важных событиях на нашем телеканале. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Новосибирск Здравствуйте. Прогноз на 4 апреля. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Влажность 72%. Температура ночью плюс 4,6, а днем до 8 градусов тепла. В последующие два дня будет облачно с прояснениями. В пятницу плюс 10,12, а в субботу до плюс 13. С вами была Ольга Савельева. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»